Ну что, Олег Герцович, рассказывайте, как дела? Да, в общем-то, неплохо. Хорошо. А вы можете сами что-нибудь мне сказать? Ну, давайте, давайте, сообща, определим с тобой. Да, в общем-то, да. Вы все понимаете, то, что я говорю? Да. Там не надо скрипеть, чтобы пол не скрипел. Ну, нет. Сейчас, секунду. В общем-то, да. Я дверь закрою, уже кто-то. В общем-то, да. В общем-то, да. Все понимаете, да? Да. А вы помните, что вот этот предмет, который называется... Выкрашенная, запрещенная... Это книга, Олег Герцович. Книга, книга. Книга. Давайте сейчас... Книга. Книга. Это книга. Книга. Вот это что? Те... Телефон. Телефон. А это? Книга. Книга. Это? Те... Телефон. Книга. Книга. А это? Телефон. Мы тут с Ангелиной Петровной шутили, прикалывались. Как вы говорите? Нет. 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 Да, стопная интонация. Вот это что? А? А... Нет. Очки. Очки. Это? Очки. Нет. Можете, можете. Можете. Это телефон. Телефон. Это? К... 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 Книга. Книга. Это? Телефон. Телефон. Это? Очки. Очки. Давайте так. Телефон. Повторяйте за мной. Телефон. Телефон. Очки. Очки. Книга. Книга. Телефон. Очки. Книга. Телефон. Не-е-е-е. Так, ну что это? Книга. Так, молодец, умница. Это? Телефон. Молодец. Так, а это что? Это тоже. Телефон. Телефон. Ну, а это что? Хорошо, немножко по-другому. Смотрите. Это? Книга. 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 Молодец. Книга. Книга. Нет. Это не книга. Понятно, что это. Телефон. Это? А? Очки. Очки. Книга. Это? Книга. Это? Телефон. Телефон. К? Книга. А? Очки. М? К? Книга. Хорошо, Олег Герцович, буквы помните? Помню. Какие? Вот это какая буковка? Нет, не помню. Не помню. Не помните. Ну, это буква... А какие? Это У. Л вот так будет. У. У. Это? М. М. Г. Это Г. Правильно. Это К. В. В. Это? В. В. Повторим то, что было. В. Это В. Нет. Это В. Да. Это В. В вот. Это В. Это В. Это В. Это В. Это? Д. Д. Д, Олег Герцович. Д. Д. Это... В общем-то, С... У. У. Ф. Ф. А, это какой знак? Мягкий или твердый? Твердый знак. Это мягкий знак, Олег Герцович. Мягкий знак? Мягкий знак. Э. Э. Ю. Ю. И. Ю. И. 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 Ю. И. Нормально, нормально. Нормально. Твердый знак. Твердый знак. Молодец. Ща. 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 Ша. Ща. Ша. 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 Че. Почти как Чи Гевара. Че. Че. Це. 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 Муха ЦЦ. Знаете муху ЦЦ? Це. Муха ЦЦ. Муха ЦЦ. Так, хорошо. Ха. Ха. Ха-ха-ха. Знаете, вот смотрите, как пишется. Ха. Ха-ха-ха. Это какая буква? Что она обозначает, Олег Герцович? Я. Ты. Я. Это я. Это буква Я. Я. Молодец. М. Я. М. 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 Мама. М. М. Букавка М. 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 Л. Л. К. К. И краткая. Краткая. И краткая. И краткая. Хорошо, отдохните немножко. Устали? Да. Немножко. Ну, так, в целом, нормально. Помогу посидите без нагрузки. Так, свет снимать все равно. А я кожа на столе. Сегодня воздух очень хороший. Трудно учиться. Трудно. Трудно, но можно. У вас прогресс за неделю нереальнейший. С помощью языков. Ну, ну, хорошо, вы говорите уже, да. Языков тренируюсь. С помощью языка, с помощью речи. Да, с помощью языка. Хорошо, сейчас просто простые упражнения, повтор. Один. Один. Два. Три. Четыре. Три. 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 Четыре. Четыре. Два. Пять. Пять. Хорошо. Не торопимся. У вас на три-четыре пробуксовка идет. Три. Три. Четыре. Три. Нет. Три. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Нет. Три. Я вам три показываю. Три. Три. А это четыре. Четыре. А это три. Три. А это? Два. Два раза по два. Сколько будет? Ну. Трижды три. Будет девять трижды три. А это? Четыре. Трижды. Нормально. Нормально. За мной просто повторяйте. Один. Один. Два. Два. Три. Четыре. Олег Кирсович. Ничего-ничего. Давайте. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Молодец. Два. Шесть. Шесть. Олег Кирсович. Шесть. Четыре. Шесть. Ну, отдохните. Вам принести водички с тока? Нет. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Молодец. Иди. Десять. Десять. Знаете такое выражение? В десятку попасть. Попасть в десятку. В десятку попасть. Хорошо. Теперь смотрите, простое. Это что? Нос. 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 Это? Рот. Рот. Это? Это у вас там борода. А у меня подбородок. Борода, скажите. Борода. Ухо. Это лоб. Лоб. Брови. 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 Глаза. Глаза. Да. А теперь давайте я буду говорить слово. Вы будете показывать у себя. Где это? Нос. Нос. Покажите нос у себя. А, молодец. Да. Бороду. Шикарно. Теперь покажите глаза. 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 Которые, да, под очками там. А уши? Да, это глаза. А уши где? Вот они, Эли Герси. Это ухо. Уши. Уши. Лоб. Лоб. Молодец. Очки. Очки. Пальцы. Покажите мне. Пальцы. Пальцы возле. Пальцы. На руках. Пальцы. Пальцы. Молодец. Молодец. Пальцы. Хорошо. Покажите мне колено. Колено. Отлично. Молодец. Рубашку. Рубашку. Рубашка. Рубашка. Это рубашка. Рубашка. Да. Скажите, теперь вследные фразы немножко. Мне лучше. Лу. Мне. Лучше. Лучше. Мне. Лучше. Мне лучше. Лучше. Скажите слово мне. Лу. Мне. Мне. Вы можете. Да нет, могу. Мне. Хорошо. Я чувствую себя лучше. Я лучше чувствую. Хорошо. Молодец. Какое сегодня число Олег Герцович? Нет. Это не надо. Из области фантастики, да? А какой месяц? Трина. Почти. Месяц какой Олег Герцович? Сегодня 11 мая, а 13 это год в 2013. Какой сегодня день недели, знаете? Воскресенье. Дни недели помните или нет? Да. Ну, понедельник, повторяйте за мной. Понедельник, вторник, среда, пятница. Четверг, 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 среда, четверг. У вас, кстати говоря, 3-4 буксует. 3-4, среда, четверг. Давайте по парам. 3-4, среда, четверг. Повторите. Среда, четверг. 3-4, среда, четверг. Среда, четверг. Да. Пятница, суббота, воскресенье. воскресенье пятница суббота воскресенье пятница пятница суббота суббота воскресенье хорошо олег герцович вы можете относиться к этим занятиям как к игре не как к работе а как к игре чтобы не напрягать не надо суетиться никто не суетиться у вас уже прогресс вы сами чувствуете что вас речь лучше стала занял насколько она сильно изменилась да вот отлично а скажите мне у вас поля зрения восстанавливаются потихоньку а что какой частью вы не видите где не где видно плохо вот здесь да а вот если не двигать головой вот здесь буковку видно а если я вот перемещаю только глазами смотрим здесь видите или уже нет вот здесь еще видите да уже не видит вот это здесь а с левой стороны видно хорошо но не так дурно между прочим хорошо фломастеры повторим цвета это что вообще вижу отлично какой цвет хорошо я говорю цвет а вы выбираете из тех что есть коричневый уберите коричневый отлично ведь у вас они набрать его просто показать у вас обратная связь то отлично работает олег герцович черный вам надо просто помочь мозгу вспомнить что каждое слово соответствует определенному предмету синий голубой фиолетовый вы молодец так теперь сам можете нет вместо когда он хочется головой мотать вы говорите сейчас вспомню повторите сейчас еще час помню это фиолетовый одесс через подсказку это такой же как ваши брюки какой черный молодец а это фиолетовый одесса это черная коричневый хорошо они вот два близнецы брата синий синий и желтый желтый голубой желтый это синий 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 голубой голубой а хорошо давайте немножко тогда в парах голубое небо повторяйте голубое небо вы понимаете что я говорю желтое солнце вот так вот желтый солнце солнце оранжевая майка оранжевая майка а это оранжевый фломастер оранжевый фломастер скажите оранжевый оранжевый фломастер молодец это какой цвет розовый розовый не согласна вот это воли герстыч и вы себя это выгоняйте розовый я помню скажите сейчас вспомнил сейчас вспомнил это живу это желтый розовый фломастер ну-ка дайте-ка руку ладонь поверните ладонью вверх вверх ладонью вот это будет розовый посмотрите на него внимательно это розовый фломастер розовый фломастер вот две буковки розовый фломастер так лишь не ну что нет нет да розовый фломастер розовый фломастер вот видите розовый фломастер вот он повторите розовый фломастер 5 а это серый фломаж серые люди серые мыши вот видите это серый фломастер это трава у нас какого цвета зеленый зеленую песню зеленая зеленая трава зеленые трава это тоже зеленая трава да я только это зеленый фломастер а это и так красный и ваш любимый на ладони что нарисовано розовый цвет розовый фломастер это хорошо еще разок показываем красный отлично а теперь говорили что это красный фломастер красный ну хорошо фломастер красный молодец потому что вы помните когда мы первый раз фломастеры взялись мы не могли повторить ничего сейчас уже есть разница понятно что это не очень быстро но процесс идет неуклонно если заниматься так хорошо я поняла что он все равно я здесь другое смотрю так повторяем по фразам давайте мандельштам я вернулся в мой город знакомый до слез я вернулся в мой город знакомый до слез до прожилок за прожилок до детских припухлых желез а вы знаете как вам повезло что у вас еще слух сохранен у вас сохранен слух у вас отличная дикция сравнению с тем как бывает у людей у вас прекрасная память вам нужно просто мостики восстановить от того места где лежат слова до того места где лежат их образом понимаете скажите понимаю понимаю вот а вы сами как вы определяете что разница есть а в режиме в режиме это как попробуйте объяснить в режиме с твоей 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 вот сегодня 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 вы можете можете вы отлично говорите я понимаю примерно что вы хотите сказать вот вот сегодня что сегодня лучше говорил говорить сегодня качественно лучше вот смотрите вы построили фразу говорить сегодня качественно лучше то есть вы если бы вспомнили еще одно слово стал 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 говорить сегодня качественно лучше или говорю сегодня качественно лучше или я говорю сегодня качественно лучше вы это хотели сказать да да ну скажите мне это я я говорю сегодня качественно лучше. Еще раз, мне нравится, это прозвучит как музыка. Еще раз. Я лучше говорю. А где ваше привычное чувство юмора, ваша интонация богатейшая, с которой вы говорили на семинарах? Не знаю. Вот видите? Надо ее включать. Она помогает оживать мозг еще разок. Я... А теперь со Стебом. Я появился. Я появился, чувствую динамику. О, прекрасно. Прекрасный результат, Олег Герцович. Вы просто монстр. Вот что значит профессор. Еще разок. Я вернулся в мой город. Я вернулся на город. В мой город. Знакомый до слез. Я вернулся... Я специально даю вам сложные фразы, с которыми надо побороться. Я вернулся... В мой город. В мой город. Хорошо. Теперь я упрощаю задачу. Я буду говорить вам достаточно быстро, а вы говорите так, как сможете. Главное, чтобы общая канула была. Главное успевать. Я вернулся в мой город. Я вернулся в мой город. Знакомый до слез. Качественно с... Знакомый до слез. До слез. До прожилок, до детских припухлых желез. До прожилок. До пр... До пр... До прожилок. Это нормально. Прожилки, Олег Герцович, это вот здесь вот. Да нет. Я понимаю, что вы понимаете, но мне нужна связь. Еще раз, работаем, напрягаемся до прожилок. До прожилок. До прожилок. До прожилок. До детских припухлых борозд. Железа. Уже хорошо. Ты вернулся сюда. Я вернулся сюда. Так глотай же скорей. Я вернулся сюда из протерших желез. Так глотай же скорей. Право существует. Право существует вам менять текст по ходу пьесы. Хорошо. По одному слову. Я вернулся. Вернулся. В мой. Компас. В мой. У вас, смотрите, правильные ассоциации идут. Слово вернулся вы ставите вместе со словом компас. Это значит, что ваш мозг понимает главное, идею направления. У меня есть подозрение, что слова, похожие по смыслу, хранятся в похожих местах в мозгах. Понимаете? Поэтому то, что вы назвали компас, говорит о том, что ваш мозг полностью сохранил структурное мышление. Это здорово. Сохранил. Ну вот. Я. 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 Я вернулся. С. Я вернулся в мой город. Надо повторить. Мой город. Знакомый. До слез. До прожилок. До прожилок. До детских. До детских припухлых. Желез. Нет. До прожилок. До прожилок. До детских. Нет. Прожилок. До детских. Желез. Ну хорошо. сейчас я немножко упрощу мама мама диван диван а давайте я буду говорить и вы будете показывать это пол пол показываете так потолок потолок с ассоциациями у вас все абсолютно хорошо тогда просто повторяем картина картина камера камера голос голос звезда звезда а глаголы действую действую выздоравливаю бы здорово установочные такие года поправляюсь поправляю сосуды в моем мозге почищаются сосуды поправляюсь сосуды просто скажите сосуды сосуды в моем сердце в моем мозге в моем мозге В моём сердце. Хорошо. Мозг, скажите, мозг. Мозг. Поправляется. Поправляется. И оживает. И оживает. Скажите мне, я люблю себя. Я люблю себя. Я уважаю себя. Я уважаю себя. Я трудолюбивый. Я... Очень трудолюбивый, скажите. Я проявляюсь себя. Хорошо. В трудолюбии. В трудолюбии. Хорошо. Немножко отдохните. Снимаем. Олег Ерцевич, вы помните, кто эту книгу написал? Кто написал книгу «Я был бы счастлив, если бы нет». Кто автор прочитательного звания? Нет. Что нет? Ваше любимое слово «нет». Я уже это понимаю. «До свидания»? Нет. Возраст... Вы это написали в другом возрасте? Нет. Нет? Сочетаю. Фрейдман. Фрейдман. Это ваша фамилия, вы понимаете? Да, конечно. Олег Ерцевич Фрейдман написал. Я был бы счастлив, если бы не... Если бы не... Если бы не что, Олег Ерцевич, ну, давайте. Если бы не что, сколько вам здесь лет на фотографии? Примерно. Сколько вам сейчас? Сорок. Здесь вам сорок. Да? Да. А сейчас вам сколько? Шестьдесят. Двадцать лет назад. Ну, я думаю, принципиально-то вы не изменились? Нет. Вот вы тут пишите. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Опора. Опора. Точка опоры. Опора. Точка опоры. Точка опоры. Давайте. Точка опоры. Я буду вам ваши читать заголовки. Свято место пусто не бывает. Пусто не бывает. Во мне сто я. Я. Во мне сто я. Я. Во мне. Мне сто я. До цели рукой подать. До цели. Вы понимаете, что я говорю? Да. До. До. Цели. Давайте подглядывать. Вот держите, смотрите, подглядывать. До цели рукой подать. Под. До цели, вот этот заголовочек. До цели. Дать. Труднее. Подать рукой, Олег Герчев. Вы халтурите. Вы пытались меня обмануть. Вы не можете это прочитать. Нет. Что нет? Скажите, могу. Прочитать-то могу. А, вы сказать не можете. Да. То есть, вы можете читать глазами и все понимаете? Да. А вы что сегодня читали? Вам не дают читать или вам не хочется? Да, не надо читать. Почему? Да, ну. Потому что проблема в речи? Да. А почему не надо читать? Вам не хочется получать новую информацию? Да не надо читать, не надо. Почему? Не знаю. Просто лень? Да. Ну, Олег Герчевич, а так же вы здесь писали про лень. Ну, знаешь, это самое, внизу, сообщество, назад. Внизу, сообщество, назад. Как бы это перевести? Не надо. Почувствуйте разницу, пишет Олег Фрейдман. Почувствуйте разницу. Вот вы других-то учите, что надо книги-то читать, а сами говорите, не читают. Не надо читать. А если я попрошу прочитать завтра хоть что-нибудь? Вы будете или скажете нет? Нет. Не эту книгу, а другую. Это вы знаете. Нет. Чужую. Другого автора можете, да? Нет. Читать надо. Читать на месте. На месте надо. Вы имеете в виду в вашей комнате? Нет. Что значит на месте? На месте. Или вы имеете в виду в свое время? Да. В свое время. А сейчас нужно другим заниматься, да? Вот что вы весь день делали? А я растормаживаю вашу речевую активность, потому что вы вынуждены подбирать слова и хоть как-то говорить. Договариваться с себя. Надо с собой договариваться, да? Договариваться, да. С собой. Да. Ну-ка, ну-ка, давайте скажите эту фразу полностью. Надо договариваться с собой. А теперь целиком. Надо. Надо договариваться с собой. Молодец. А каким образом вот эту фразу произнесли, мне понравилось? Про качественные различия речи. Повторите ее еще раз, если вы ее помните. Качественные... Сегодня уже есть... Различие. Различие. Качественные отличия. Выше. Хорошо. Поехали еще раз. Могу. Могу. Сделаю. Сделаю. Добьюсь. Добьюсь. У меня получится. У меня получится. Справлюсь. Справлюсь. Достигну. Достигну. А вот я говорю, есть такие достигаторы люди, а есть попа-морщеры. Понимаете, о чем я говорю? Которые только попу могут морщить. Да. Да. А вы кто, Олег Герцович? Вы достигатор или попа-морщер? Ну, не знаю. Как это? Не знаю. А если напрячься подумать? Вы готовы достичь результата? Не знаю. Не знаю. О, Олег Герцович, как неприлично. Не знаю. А кто знает? Лена, жена ваша, знает. Кто знает? Не знаю. Папа Карла, кто знает? Еще немножко и будете отдыхать, да? Да не вопрос. А почему вы занимаетесь, Олег Герцович? Просто потому, что весело? То, что я пришла. Или вам результат нужен? А, результат нужен. Зачем? А вот, вот, вот. Чтобы от вас отстали или для чего-то другого? Нет. А для чего? Вот, вот, результат нужен, вот. Вот, вот. Ну, любыми словами объясните. Любыми. Главное, что-то говорите. Вот, произвольно, произвольно стоять. Показывать на необитаемом образом. Обитаемом, вот, заметив, заметив свое отсутствие. Вот. Знаете, Олег Герцович, у меня сейчас что вспомнилось. Я как-то давно написала стихи, называется «Поэт после инсульта». «Поэт после инсульта». Там были такие слова «Вы очень человек и очень леди, и самая на свете красота». «Я радостно кричу в моем привете, когда немножко прыгаю с моста». «Я вам принес, сегодня и навек, дальше не помню, и в конце скажу, вы правда очень человек». «Вот примерно, вы понимаете, что я говорю?» «Да, да, да, да». «Вот у вас примерно сейчас такая словесная окрошка идет, но от нее надо потихонечку уходить». «Так это самое, соберись». «Вот, правильно, соберись и уйди». «Соберись и уйди». «От этой окрошки потихонечку». «Сосуды-то растут по миллиметру в день, а они прорастают в те зоны, которые в этом нуждаются». «А вы бы хотели выпить немножко что-нибудь?» «Нет». «Вы не пьете алкоголь?» «Нет». «А раньше пили?» «Нет». «И раньше не пил?» «А говорят, по наперсточку, конейку». «Три раза в день сосуды растут?» «Нет». 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 «Такими способами вы не лечитесь?» «Нет». 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 «Одну атропил пьете?» «Не пью». «Почему?» «А не пью и все». «Надо пить». «Лена завтра на атропил принесет». «Вы знаете, смотрите на меня, я когда изучала фармакологию, мне очень понравилось, что на атропил изобрел человек по фамилии Жилурджан. «Да». «А на атропил переводится в движение ума». «Он улучшает кровоснабжение в мозге лучше кофеина», Олег Герцевич. «Ну, за...» «И если параллельно нагружать мозги и пить ноотропил, дни это к 90 по 2 Т, 3 РФД, да? По 2 таблетки 3 раза в день, то будет хороший результат. «Ну, на одних таблетках-то не выпутишься». «Заметил». «Согласен». «Заметил». «Не заметил, а согласен». «Согласен». «Согласен». «Вот». «А скажите ко мне, вот еще что, ясен пей». «Ясен пей». «Отлично. Скажите мне дальше, губа не дура». «Губа не дура». «Дура не губа». «Не дура». «Нет, дура не губа». «Дура не губа». «Хорошо». «Была не была». «Была не была». «Царевна лягушка». «Лягушка царевна». «Я пытаюсь такие, знаете, устоявшиеся уже словосочетания брать. «Кума пешек, а были легче». «Кума». 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 «Кума» – пеше. «Пеше». «Кобыли». «Легче». «Кобыли легче. Еще разок «Кума пеше» и «кобыли легче». «Кобыли легче». «Кhomme пеше». «Ткума пеше». «Дальше иди лесом». «Лесом иди». «Хорошо. Сделаю. «Добьюсь». «Добьюсь». «У меня получится». « Я справлюсь». «У меня – у…» «Я справлюсь». «У» «А теперь, эээ…». меня получится я справлюсь а вот теперь попробуем сочетать двигательную активность физическую нагрузку и ментальную мыслительную вот встаньте пожалуйста не резко ну так вы встаете редко вам чаще стало в течение дня вставать вставайте и говорите при этом встаю 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 а представьте что вам это дается легко вот просто пообразите что вам это легко и встаньте вот вам это дается легко он встаю встает молодец давайте олег герцович надо надо и молодец молодец опираемся на палочку на вашу до окошко то пройдете а вы себя видите как здоровый мужчина среднего возраста где ваша привычная улыбка делайте вид что вам легко делайте вид делайте а вопрос вопрос можно вопрос мне радует вопрос можно да можно задавать так ну простыми словами простыми аликты словами запряжение собой запряжение собой запряжение не поняла запряжение собой как там у нас все что не используется толстых а это профируется идем 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 бодро бодро перемещается бодрее олег герцович смотрим на меня них пол гривы не ищем на пол пошел к окошку быстренько здесь будет отдых молодец молодец боремся говорим уже лучше лучше речь лучше двигайтесь лучше встаете чаще это хорошо вы можете можете вы помните что такое биообратная связь обратная связь садитесь я вас специально подальше от комнаты вытащила чтобы вам еще обратный путь проделать пришлось да так вот олег герцович биообратная связь предполагает что если у вас вон там рука не работает левой рукой поразминать и правую руку работаем разминаем активно это рука чувствует хоть что-то или нет да чушь надо разминать активнее не так на халяву нормально разбирайте вот так разминать и конкретно это называется самомассаж вот так потрите каждый парень смотрящий труд скажите труп труп так теперь вот этой рукой поднимайте вместе руки поднимайте вместе можем можем поднимаем вместе поднимаем руки вместе вперед поднимая на меня смотрим вперед и что это было сейчас олег герцович и вы что матом ругает а вопрос вопрос что господину что же такое вот поднимать выше молодец теперь самостоятельные движения какие-то рука может делать может уж он не вот молодец максимально поднимаем максимально отходим от тела максимально вот так отводим мне уже контрактура подходе отводим бы крыши на окружена отводим и стараемся и правой рукой правый рукой стараюсь и помогали так теперь максимально поднял вверх максимально 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 лично теперь максимально ту сторону максимально в ту сторону в ту сторону в ту ту туда 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 теперь покрутите вот так эту лампочку закручиваете да да а теперь попробуйте пальцы свои разогнуть второй рукой полностью насколько возможно разгибаем насколько возможно олег герстыч я в следующий раз приду через три недели чтобы пальцы полностью разгибались за три недели должны разработать полностью да что да вы почему не цензурно ругались скажите извиняюсь извиняюсь на сегодня все